Для слушателей старше 16 лет. Особое мнение на 101FM. В Кирове 13.06 программа «Особое мнение» в эфире. В прямом эфире Яна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Это Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты и член Общественной палаты России и Общественной палаты Кировской области. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Тем у нас много. Большая часть из них связана с экономикой, поэтому мы в это погрузимся, наверное, более значительно, нежели в какие-то общественные инициативы. Тем не менее, первая тема, она, мне кажется, такая на стыке и экономики, и общественных каких-то движений. Речь идет о стратегии развития Кирова 2035. Я напомню нашим слушателям, что такие достаточно информационные, частые сообщения начались, наверное, месяца полтора назад, когда активно начали работать пять рабочих групп. Рабочие группы были сформированы при главе города. Елене Ковалевой, насколько я понимаю, или нет? Они были сформированы при совете при главе города по стратегии. Какая сложная структура. Многоступенчатая. Есть совет при главе города, который, собственно говоря, работает с тем проектом стратегии, с подрядчиками. И в рамках этого совета, как раз, когда проект стратегии был представлен, было предложено рассмотреть его не в общем формате, а по направлениям, которые в стратегии закреплены. И для этого сформировать рабочие группы, которые могли включить в себя уже там большее количество экспертов. и администрация города, руководство, и подрядчики такое предложение поддержали. Рабочие группы были сформированы. И, на мой взгляд, достаточно полноценно отработали. Ну, я, Кировчина, должна сказать, что мы обязательно большой комплексный эфир сделаем. После того, как Елена Ковалева из отпуска вернется, соберем всех руководителей, мы представителей разных рабочих групп, разных направлений. Всего было их пять. Да, это развитие человеческого капитала. Какие, как бы, вот направления обсуждались? Трансформация городского пространства, развитие конкурентной экономики, продвижение территориального бренда и совершенствование системы местного самоуправления. И вы как раз руководили группой, которая называлась «Развитая экономика». Да. Да. Что вы там напредлагали? Ну, мы, собственно говоря, проанализировали тот блок, который касался экономических вопросов в проекте «Стратегии». И достаточно комплексно эти темы отработали с точки зрения нашего отношения или нашего мнения по поводу того, что в проекте «Стратегии» было отражено. Ну, начнем с общего, что называется. Мы, собственно говоря, там сделали достаточно понятный вывод в отношении того, что все остальные четыре направления могут реализоваться только в том случае, если наше направление, как мы его называли, собственно говоря, там принесет необходимое количество средств на это. Поэтому мы обратили... То есть у вас самая главная группа? Ну, я бы не стал здесь там ранжировать по степени важности. Мне кажется, все эти направления для гармоничного и полноценного комплексного развития города необходимы, но мы понимаем, что, собственно говоря, деньги на все на это, ну, заработать, условно так, можно только развивая экономику. Поэтому мы и, собственно говоря, исполнителям, финансовому университету и администрации города обратили внимание на то, что необходимо хотя бы в общих чертах оцифровать или осметить те предложения, которые заложены в остальных направлениях. для того, чтобы из этого стало понятно, каким должен быть валовый продукт региона, какого размера или какого объема должна достигнуть экономика, и станет понятно, возможно это или нет, на что мы можем рассчитывать, для того, чтобы можно было полноценно планировать остальные направления. Мы обратили на это внимание и надеемся, что, собственно говоря, разработчики это учтут в своей работе над проектом стратегии. Ну, плюс мы уже достаточно детально прошлись по тем проектам, как они называются, в стратегии по конкретным направлениям промышленности, малый бизнес, торговля, кластерная политика. То есть по каждому из этих направлений у нас был определен в составе рабочей группы эксперт, который детально этим занимался. Дальше мы это рассматривали совместно. И мы, например, понимаем, что если на промышленность в каком-то серьезном масштабе город повлиять не может, то, например, неотраженная совершенно в стратегии, на тот момент, когда мы ее смотрели, позиции относительно переноса промышленных предприятий за территорию города, высвобождение площадок, или наоборот выделение новых площадок на территории города для размещения промышленных производств, вот мы на это обратили внимание, сказали, что об этом обязательно в стратегии должно быть сказано, потому что это влияет ровно на все остальные направления, на качество жизни. На комфортную среду, да. Естественно. И так мы прошлись практически по каждому из этих проектов. Некоторые мы рекомендовали из стратегии даже убрать, потому что, например, в стратегию попало направление развития ярмарок. Это так важно? Это должно быть в стратегии? Да. Ну вот оно было отражено в стратегии. Мы сказали, что это, в принципе, материал, который необходимо перенести в план мероприятий. И, в общем, как бы в стратегии его отражать совершенно необязательно. Ну и вот целый ряд таких достаточно серьезных поправок, так скажем, да, мы проработали, представили их разработчикам и заказчику. Ну и надеемся, что они будут учтены. Они должны быть учтены к какому моменту? То есть вот с вашими предложениями сейчас что будет происходить? Вы их направили? Сейчас с ними работает разработчик финансового университета. Насколько я понимаю, в сентябре будет этап публичных общественных слушаний по проекту стратегии. И мы посмотрим, насколько к тому моменту они будут учтены. То есть вообще учет вот всех предложений, которые были внесены рабочими группами, это необязательная история? То есть вы вносите, а там уже разработчик решает, что принять, что не принять? Ну, конечно, это необязательная история. То есть это, еще раз скажу, там наши предложения или наше видение, наши соображения по этому поводу. Разработчик действует исходя из контракта, из технического задания, из документов стратегического планирования. Поэтому они уже должны отразить в итоговом проекте стратегии то, что, на их взгляд, должно войти и что нет. Андрей Юсенко в нашей студии. Ну, по стратегии, ладно, я думаю, что мы вернемся обязательно еще до сентября, до обсуждений мы, конечно же, более детально там, наверное, в секунду разберем. Я думаю, что здесь в первую очередь надо разговаривать все-таки с разработчиком и заказчиком, потому что это непосредственно акторы этого процесса. Мы в данном случае выступили по каждому из направлений как эксперты. Консультанты. Ну, эксперты-консультанты, давая свою оценку тому, что было изложено в стратегии, у нас не было задачи написать свою стратегию. То есть мы оценивали тот документ, который нам был представлен. Мы высказали свои соображения по нему. Дальше он будет уже проходить те процедуры, которые, собственно говоря, определены. Я вас хотела спросить, Андрей Леонидович, а в стратегии что-нибудь указано насчет нестационарных торговых объектов? То есть, ну, с ярмарками, понятно, и стратегии убрали. Вообще развитие малого бизнеса наверняка там есть. И вот это направление малого бизнеса, там и микробизнеса, оно там есть или его там нет? Ну, общими чертами, естественно, развитие малого бизнеса заложено и в цифровых показателях, и в приоритетных направлениях. Конкретно по НТО в стратегии, конечно, ничего нет, потому что это, на мой взгляд, ну... Более мелкая тема такая, да? Ну, это направление, которое с точки зрения стратегического планирования там не требует закрепления в программном документе. Да, это может рассматриваться скорее как механизм реализации там отдельных направлений стратегии, но не как стратегическая задача. Я хотела вас спросить, вы наверняка следили за этой темой. Вот эта вот история с тем, что сначала город предлагал убрать нестационарные торговые объекты с придомовых территорий, потом после, ну, достаточно такой большой волны возмущений все-таки этот вопрос с повестки сняли, убрали, но теперь, тем не менее, говорится о том, что будет разрабатываться некий, там, я не знаю, если я верно поняла, унифицированный стандарт для вот этих вот нестационарных торговых объектов, которые находятся на придомовой территории. И, честно говоря, не очень вообще понятно, откуда эта тема возникла, да, откуда растут ноги, что называется, зачем это нужно, потому что вроде бы сейчас есть такой, ну, не знаю, там, я даже не знаю, как это обозначить, ну, то есть договор, не договор, да, между нестационарными торговыми объектами, городскими властями и жителями города Кирова. То есть если речь идет о муниципальной земле, там одни какие-то, да, правила игры, если речь идет о придомовых территориях, правила игры другие. Нестационарный торговый объект, располагающийся на придомовой территории, там торгуют чем-то, да, чаще всего это какие-то продукты питания, причем там местных производителей, да, и при этом еще жители этого дома, да, или домов рядом, они получают небольшую денежку от того, что размещается этот объект. Ну, какой-то профит, скорее. Да, и используют его, там, на свои какие-то нужды. Зачем нужно было убрать, вот никто не понимает. То ли надо было городским властям переместить все эти НТО на муниципальную землю, чтобы какие-то вот эти вот средства, там, да, получать в городской бюджет. Ну, на самом деле, я думаю, что не стоит здесь, там, искать какую-то теорию заговора, там, глубокомысленного. На мой взгляд, вызвано это все достаточно понятным, там, желанием навести порядок в городе, потому что, ну, там, двух-трехлетней давности историю с муниципальными землями, на которых расположена НТО, мы там, прошли. Она тоже была очень шумной, громкой. Ну, в конце концов, привели все в соответствие с, там, законодательством, ну, и определенными, хотя бы, там, нормами с точки зрения, там, состояния объектов, там, да, их вида внешнего и ассортимента товаров. Сейчас есть уже, там, схема, по которой они располагаются, да, и, там, ну, хоть определенный порядок в этом смысле на муниципальных землях наведен. Что касается придомовых территорий, с одной стороны, это действительно, там, в некотором смысле, там, собственность, там, жителей МКД, да, но мы понимаем, что, собственно говоря, они являются, ну, неотъемлемой частью городского пространства. И в этом смысле нам, ну, из того, что мне известно, там, история эта вызвана, действительно, там, желанием навести порядок. И я тоже не очень понял, почему изначально была заложена история с запретом на размещение. Да, то есть можно же было сразу сказать, что давайте приведем их в подобающий вид. Ну, не знаю, почему, как бы, вот, так произошло, что изначальный вариант был связан с полным запретом, но как только, там, вопросы по этому поводу возникли, сразу же, и мы включались в этот диалог, сразу же было сказано, что о полном запрете речи не идет, но определенный набор требований, которым эти объекты должны соответствовать, он будет разработан. Насколько я понимаю, сейчас идет разработка, у нас с главой города есть договоренность о том, что как только они этот набор требований разработают, мы на базе торгово-промышленной палаты его обсуждение проведем с точки зрения его реализуемости, соответствия тем целям, которые там ставятся, и отношения бизнеса к этому набору требований. А набор требований, он, на ваш взгляд, вот, на ваш взгляд, что в себя должно включать? Это только внешний вид или это что-то еще должно быть? Ну, я думаю, что здесь надо в первую очередь исходить из интересов жителей города. Да. И с точки зрения ассортимента реализуемых товаров, и с точки зрения расположения этих объектов, правил их расположения, там, удобства, и с точки зрения внешнего вида. То есть здесь надо исходить из того, что эти объекты действительно интересны, там, и полезны целому ряду, там, жителей города с точки зрения приобретения тех товаров, которых нет в сетевых магазинах. Эти объекты, естественно, интересны местным производителям, которые могут через них реализовать свою продукцию. Эти объекты, ну, в определенном смысле могут нести социальную нагрузку, как это зачастую и происходит с точки зрения, там, поддержания порядка, там, благоустройства прилегающей территории. Поэтому, если мы во главу угла ставим интересы жителей города, то, в общем, этот набор требований возникает достаточно понятно сам собой. Внешний вид, ассортимент и участие в благоустройстве прилегающей территории. Ну, после того, как будет разработан, ну, вот, некий, там, я не знаю, внешний вид этих киосков, да, этих нестационарных торговых объектов, вкладываться-то в это во все будет предприниматель, я так понимаю, то есть хочешь продолжать работать, пожалуйста, будь добр и соответствовать. Ну, вряд ли они будут предоставляться бесплатно, конечно. Но проект, который будет, например, или не один проект, а несколько, они должны быть разработаны городом все-таки, чтобы хотя бы в это не вкладывался предприниматель. Ну, я думаю, что да, я думаю, что да, что если город определяет набор требований, то, по крайней мере, некие типовые решения город и должен предложить, благо, что есть там профильные подведомственные учреждения, да. Надо не забывать, что, говоря об НТО, мы должны понимать, что точно так же и другие торговые объекты, собственно говоря, несут определенные обязательства по соответствованию, там, нормам и требованиям, начиная от пожарных и санитарных, и заканчивая теми же визуальными. И мы видим, как за последние годы, там, объекты торговли меняют облик города, те же самые, там, разговоры про дизайн-код, которые в первую очередь их коснутся, и с ними надо эти взаимоотношения выстраивать, благоустройство прилегающих территорий, там, восстановление фасадов, то есть здесь нельзя говорить, что там только к НТО предъявляются какие-либо требования. Все объекты торговли, расположенные в пристроенных помещениях и отдельно стоящие, все выполняют, нет, там, определенный набор требований. Хотите работать, будьте добры, соответствовать. Ну, я, честно говоря, не знаю, конечно, чем это все обернется, надо посмотреть. Я думаю, что просто будет еще достаточно много жарких дискуссий по этому вопросу. Ну, несомненно, будет, и именно поэтому, я еще раз говорю, мы там с городом договорились, что когда они проект этих, там, набора этих требований, там, разработают, мы, там, на площадке палаты соберемся, обсудим его непосредственно с предпринимателем. Сроки есть какие-то? Ну, у нас договоренность начало сентября. Начало сентября. Андрей Юсенко, в нашей студии мы продолжаем. Мы так сегодня немножко в формате блица идем, да, по нескольким вопросам, очень важным. Есть еще одна тема, в которой я, честно говоря, вообще не разобралась, потому что все, что я слышала, это то, что вроде бы идут какие-то обсуждения. Если я верно поняла, речь идет об инвестиционном налоговом вычете, да, и вот механизм этого самого вычета, он сейчас обсуждается и разрабатывается. Мы можем хотя бы коротко рассказать вообще, что происходит? Ну, можем коротко, и в данном случае надо понимать, что если мы с вами в предыдущем вопросе или речь о, там, практически микробизнесе, да, то вопросы инвестиционного налогового вычета – это, ну, вопросы уже достаточно крупного бизнеса. При этом, ну, впрямую данный вопрос влияет, там, на инвестиционную привлекательность регионов. Ну, поясним слушателям, Федерация несколько лет назад дала право регионам предоставлять соответствующим законам налоговый вычет по налогу на прибыль на сумму, ну, там, с определенными коэффициентами модернизации или приобретения нового оборудования и капитальных средств. Значит, то есть вы приобретаете, там, модернизируете оборудование или запускаете новое производство, и в течение определенного времени вы можете на эту сумму уменьшать налог на прибыль. В Кировской области это пока не работает? В Кировской области пока это существует только в формате законопроекта, поэтому мы как раз, ну, причем он достаточно долго уже обсуждается. Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства, собственно говоря, разрабатывало этот законопроект, мы на определенном этапе к этому процессу подключились, значит, и у нас есть договоренность, в четверг, 13 августа, мы у нас на площадке палаты с рядом инвесторов, тех, кто подобные проекты реализовывал или планирует реализовывать, посмотрим этот законопроект с учетом тех предложений, которые уже в него поступили, потому что механизм интересный, это действительно достаточно серьезные цифры для инвесторов, но там есть своя особенность, там, ну, для тех, кто называется, для тех, кто понимает на этот период действия льготы, ну, вернее, налогового вычета, приостанавливается право на амортизацию этого оборудования, что приводит к увеличению расходов по налогу на имущество. Ну, в общем, неоднозначно. На данный момент законопроект формально соответствует там требованиям федерации, но, на наш взгляд, для того, чтобы он действительно был востребован инвесторами и создавал фактор привлекательности для инвестиций в регионе, он нуждается в доработке. Поэтому мы, как я сказал, в четверг будем его с потенциально заинтересованными предприятиями обсуждать. Надеемся, что по итогам наши предложения по его доработке будут учтены, и в осеннюю сессию он уже пройдет, потому что, в принципе, механизмов на региональном уровне, поддержки инвестиций реальных, а не административных, их не так много, ну и, конечно, ими надо пользоваться. Ну, я просмотрела просто вот по федеральной повестке, да, уже достаточно значительное количество регионов, да, эту историю у себя ввело, но, в частности, наши соседи, например, там, по-моему, в Вологодской области, это существует в республике Удмуртия, то есть, ну, отставать нельзя. Есть, есть, уже достаточно большое количество регионов, но и надо сказать, что федерация в этом смысле настаивает на принятии этих законов в регионах, но надо все хорошо и правильно посчитать и прописать, чтобы это действительно работало. Вот, кстати, к вопросу о том, что надо все просчитать и прочитать, чтобы это действительно работало. Я хотела у вас спросить, тут вот была история у нас в середине июля, насколько я помню, мы довольно широко рассказывали про те льготы, которые законодательное собрание там с боем как-то, да, все-таки принимало по упрощенной системе налогообложения, да, и очень там коротко, буквально парой предложений проходила еще история о том, что льготы, там, налоговые преференции получат и торговые центры, ответственные торговые центры, которые подошли, значит, к теме коронавируса, там, с осознанием момента, что называется, да, и тоже предоставили какие-то льготы для своих арендаторов. И законопроект этот прошел, и льготы утвердили, но вы мне в пятницу, по-моему, сказали, что далеко не все владельцы торговых центров смогут ими воспользоваться. Да, мы сейчас анализируем эту ситуацию, это действительно был законопроект, который, собственно говоря, мы предлагали, потому что, ну, для понимания, там, торговые центры предоставили всем своим арендаторам практически всем, там, скидки на арендную плату, более того, они были на протяжении двух с половиной месяцев закрыты по факту, никакой выручки не имели, и мы предложили губернатору, там, пойти им на встречу с точки зрения снятия на этот период налога на имущество. Имущество по факту никакого дохода и прибыли не приносило, и, в общем, как бы платить с него налог, ну, было достаточно, там, обременительно для собственников. Ну, и нелогично. Ну, и нелогично, действительно, да. То есть, столкнулись с какой ситуацией? Мы, в принципе, обращали на нее внимание еще при разработке законопроекта и при его последующем при принятии. Но вот сейчас, по нашим оценкам, ну, действительно, там, большая часть собственников недвижимости не будет иметь возможности использовать эту льготу в связи с тем, что в законе говорится не только о скидках на арендную плату, но и об отсрочках платежа, которые по федеральному законодательству в случае обращения арендодатель должен был предоставить. Ситуация какая? Это была история в самом начале, по-моему, апреля, когда на федеральном уровне приняли закон, что арендодатели должны, обязаны по закону, представить отсрочки уплаты арендной платы. Но ситуация-то была достаточно понятна. Отсрочки никому были не нужны практически. Потому что всем арендаторам нужны были скидки. Потому что отсрочка это все равно... Это те деньги, которые ты все равно заплатишь. Это сохраняющееся за тобой обязательство заплатить их потом. Откуда их потом-то взять? И поэтому в значительном количестве случаев арендаторам предоставлялись скидки. И только иногда они сопровождались еще и отсрочками. А в нашем законе говорится... В нашем законе стоит буква И, а не ИЛИ, как предлагали мы. И поэтому сейчас мы мониторим ситуацию. На этой неделе проведем анкетирование собственников торговой недвижимости для того, чтобы понять, насколько закон вообще работоспособен. Потому что по факту один союз И и ИЛИ, по сути дела, может сделать закон неработающий. Так, подождите. А в процессе обсуждения этого законопроекта, там же у нас вся эта история с льготами, она же не через одно чтение ЗАГСобрания проходила и даже там откладывалось обсуждение и принятие. Не-не, его сразу в двух чтениях приняли, по нему там не было вопросов, собственно говоря. А вот этот союз И и ИЛИ, он возникал? Да, мы обращали на это внимание изначально, потому что мы считали, что не должно быть таким условием и скидки, и отсрочки. То есть что-либо вы должны предоставить. Причем там ведь надо понимать, что льгота предоставляется в том объеме, в котором были предоставлены скидки. То есть вы дали скидку там на 50 тысяч рублей всем своим арендаторам в общей сложности, значит на 50 тысяч рублей вы уменьшение налога и получите. То есть там прямая зависимость. При этом как с отсрочкой, как это связать, никто не понимал. Но на тот момент мы не могли проанализировать или сказать, как это будет применяться. Потому что тогда еще не было той фактуры по договорам аренды, которые есть сейчас. Сейчас мы соберем, и мы надеемся, что опять же там и законодатели, и правительство области, увидев реальную картину, все-таки там сделают необходимые выводы с точки зрения возможной корректировки закона. То есть просто какие-то поправки в него внесутся, в текст именно? Ну, на наш взгляд, достаточно будет вот союз И заменить союзом ИЛИ. Но это будет ведь все-таки процесс-то такой непростой, я не знаю, это, наверное, распоряжением правительства. Ведь это невозможно сделать, это опять депутаты должны голосовать. Ну, это внесение изменений в закон. Ну, мы сейчас соберем эти цифры и поймем реальную картину. Потому что, ну, наличие закона, который не работает, на мой взгляд... Который не для кого? Да, на мой взгляд, неинтересно ни правительству области, ни депутатам, ни, собственно говоря, собственникам недвижимости, да. Было понятно, какая идеология заложена там в законопроект. То есть вы предоставили там скидки и льготы от срочки своим арендаторам, мы в определенном объеме вам это компенсируем, потому что вы были закрыты. Если этот механизм не сработал, ну, значит, просто надо его донастроить, чтобы он работал. А так как налоговый период годовой, то, в принципе, ну, здесь даже там с некоторой задержкой это все реализовать возможно. Я сейчас хотела сказать фразу, меня терзают смутные сомнения. Может быть, специально это было сделано все? Может, специально не обратили внимания на то, что Союз и, а не или там стоит, да, чтобы сэкономить деньги? Я бы, как в начале программы, рекомендовал здесь, вернее, я считаю, что здесь там теорию заговора, опять же, искать не стоит. Понятно. Андрей Усенко в нашей студии, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу и через полторы минуты вернемся. Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение президента Вятской торгово-промышленной палаты Андрея Усенко. Мы продолжаем. Ну, вот тут в перерыве как раз принесли нам вопрос от слушателей. И я бы хотела вам его озвучить, потому что тема коронакризиса, коронавируса все равно, так или иначе, сейчас начнет развиваться в нашей с вами беседе. Слушатель Владимир вас спрашивает, сможет ли Вятская торгово-промышленная палата выдать заключение? Дальше очень сложно. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы при невозможности выполнения договоров по срокам из-за коронавируса. Я вот умом понимаю, да, а на человеческий язык не могу перевести, что это значит. Да, в данном случае речь идет о том, чтобы выдать свидетельство о форс-мажоре, так называемое. Так. Именно так по закону звучит, вернее, именно так обстоятельства неопределимой силы называется форс-мажор. Значит, в ряде случаев, скажем так, мы можем выдать такое заключение, потому что именно торгово-промышленная палата уполномочена на территориях выдавать подобные свидетельства. Однако все очень сильно зависит от ситуации. Дело в том, что мы с огромным количеством запросов на свидетельства по форс-мажору столкнулись как раз в период апрель-май, когда большое количество предпринимателей к нам обращались с такими запросами. Мы разбирались в каждой конкретной ситуации. Таких свидетельств мы выдали буквально считанное количество, потому что в большинстве случаев, к сожалению, согласно нашего законодательства, те или иные проблемы, возникающие у бизнесов, к форс-мажору отношения не имеют. Ну, просто для понимания, есть 401 статья Гражданского кодекса, в которой говорится, что отсутствие денег у предпринимателей не является форс-мажором. То есть в нашей ситуации что это означает? Если торговый центр закрыт из-за введенных ограничений, и предприниматель не может вести свою торговую деятельность, и у него нет денег заплатить за аренду или за что-то еще, это не является форс-мажором. Ну, вот, к сожалению, вот так. Или же, например, еще одна более, даже более, на мой взгляд, там абсурдная ситуация. Согласно той же статье Гражданского кодекса, отсутствие товара на рынке не является форс-мажором. Что это означает? У нас были обращения, когда наше кировское предприятие должно поставить даже по госконтракту, например, какую-то продукцию, в состав которой там входят комплектующие из Китая. А, я помню эту историю. Это, кажется, с куклами связано, да? Да, да, да. Это как раз наша фабрика игрушек. И при этом там границы закрыты, Китай закрыт, у нас карантин, значит, ну, казалось бы, прямой форс-мажор. Однако, согласно нашего законодательства, то, что этот товар не может быть поставлен... Вовремя? Вовремя, да. И, соответственно, применен по назначению, да? Это не является форс-мажором, поэтому Владимиру рекомендую обратиться в торгово-промышленную палату, там, через приемную 65-15-65, позвоните, вас соединят с нашим юридическим отделом, они посмотрят всю фактуру, что мы можем сделать. Здесь, вот, на самом деле, так уж лирическое отступление, наверное, да, достаточно сложная история. В том же, там, апреле-майе мы неоднократно на федеральном уровне слышали, и председатель правительства заявлял о том, что да, мы отнесем все, что происходит, к форс-мажору. Значит, даже Дмитрий Анатольевич Медведев, я как сейчас помню, мы смотрели видеоконференцию, он сказал, ну, что такое форс-мажор? Это либо действия органов власти, либо природные катаклизмы. А в данном случае, он сказал, мы имеем дело и с тем, и с другим. Ну, как же это не форс-мажор, мы обязательно это поправим. Ну, вот, до сих пор ничего не поправлено, поэтому в большинстве, в подавляющем большинстве случаев о форс-мажоре говорить не приходится. При этом, при этом еще, ну, уже в качестве таком образовательном, хочу сказать, что мы очень часто сталкивались с тем, что люди считают, предприниматели считают, что там форс-мажор освобождает вообще от обязательств. На самом деле, форс-мажор, свидетельство о нем, освобождает от ответственности за невыполнение обязательств. То есть, условно говоря, от штрафов, пений или еще чего-то. То есть, если это прописано в договоре, что, да, там, ты не вовремя что-то сделал, должен заплатить неустойку. Да, только от ответственности, да. А от самих обязательств форс-мажор не освобождает. Кстати, о коронакризисе я хотела все-таки спросить у вас, не знаю. Ну, вот мы тут немножечко радуемся, да, с сегодняшнего дня должны начать работу кинотеатры, а с 15 сентября, как выяснилось, разрешат в Киргской области массовые мероприятия. Ну, там, понятно, с определенными ограничениями, можно будет сидеть в метре друг от друга и прочее, прочее. Я не знаю, правда, как это можно реализовать на практике. И, видимо, на сцене тоже надо будет находиться не ближе, чем полтора метра друг друга. Да, и вероятнее всего, если ты там в баре что-то себе заказываешь, кофе или чай, тоже надо, наверное, там от стойки отойти на полтора метра на специальную безопасную дистанцию, да. При этом почему-то откуда-то возникла странная такая идея, и она, кстати, подкрепляется федеральной повесткой, потому что я сегодня видела новость о том, что в сентябре нас ждет вторая волна коронавируса, и все будет жестче еще, что якобы после 20 сентября все заново будет закрыто, то есть ведется вторая волна карантина, все закроют, будут жесткие ограничения, никто работать не сможет. Вы насколько допускаете вообще вероятность этого всего, и потянет ли, ну, в случае чего, я не знаю, там, российская экономика еще один такой удар? Ну, я сначала еще хочу дополнить, что, да, действительно, кинотеатры сегодняшнего дня имеют право работать, а в среду они у нас подпишут, так же, как и до этого, торговые центры и общепит декларацию о добровольном соблюдении всех требований. Это было предложение губернатора распространить эту практику и на кинотеатры. Практика эта хорошо себя зарекомендовала, мы впоследствии проверяем, ну, не проверяем, а, так скажем, мониторим выполнение этой декларации. Это действительно очень неплохо сработало, мы поделились с коллегами в других регионах, этот опыт был очень положительно воспринят, и у нас запросили материалы, поэтому мы видим, что бизнес, который ответственно относится, и тот, который, собственно говоря, больше и всех и ходатайствовал об открытии, он очень с должной степенью, там, ответственности отнесся к выполнению взятых на себя обязательств. Надеюсь, что так же точно себя и поведут, собственно говоря, там и представители киноиндустрии. Что касается 20 сентября, ну, не знаю, я не вижу вообще никаких оснований, собственно говоря, для того, чтобы это произошло, уж не говоря про то, что в нашей ситуации там планировать больше, чем на месяц вперед. У нас 10 августа, говорит, что 20 сентября всех закроют. Ну, и там якобы из каких-то прям супер достоверных источников получены информации. А какие основания-то? Ну, тогда надо закрывать, не знаю, сейчас, или позавчера, или послезавтра, то есть, как бы, ну, я не вижу каких-то, ну, категоричных изменений в ситуации, да, мне кажется, мы уже там второй месяц идем, в принципе, в достаточно там понятном коридоре по заболеваемости, там, от 40 до 60 человек. Причем, ну, на мой взгляд, вот постепенное открытие там, да, различных сфер, ну, по сути дела, никакого влияния, в общем, как бы не оказывает. Существенного, значительного или заметного. Да, то есть, не видно этих там колебаний там серьезных, да, я считаю, что надо серьезно отнестись там к первому сентября, и мы понимаем, что это такая достаточно непростая история, связанная с массовым там пребыванием детей в образовательных учреждениях, где, несмотря на все требования, мы с вами понимаем, что это дети, которые за лето друг по другу соскучились. То есть, конечно, там, заставить их сидеть в классах, там, ходить с троем будет сложно. Поэтому, вот, там, первое сентября, с точки зрения вот такой сложности в обеспечении, там, безопасности, у меня, конечно, там, беспокоит. А вот, там, 20 сентября, там, я не вижу никаких оснований там. Более того, никто ведь их не видит, никто ничем не аргументирует эту дату, за исключением каких-то очень информированных источников. Опять же, их не называя. Поэтому, вот, мы сегодня третий раз с вами уже, там, теорию заговора упоминаем. Опять она. И я третий раз потом... Опять она. Не хочу в нее верить. Хорошо, давайте тогда будем говорить о тех проблемах, которые реально существуют. Я должна анонсировать наш эфир 18 августа, во вторник, в следующий вторник. У нас будет эфир, посвященный ЕНВД. Да, и с ЕНВД действительно проблема, потому что, я, насколько помню, разговоры о том, чтобы ЕНВД не отменять, пошли все-таки вот с началом коронакризиса. Но, по-моему, до сих пор еще не прислушались вообще к этим просьбам предпринимателей. Ну, на самом деле, да, то есть, сохраняется намерение отменить ЕНВД с 21 года полностью. Аргументируется это тем, что это был там временный налоговый режим, когда государство не могло администрировать. Но мы не видим сейчас действительно необходимости именно сейчас, в этот период, кардинально менять правила работы для бизнеса. В любом случае, переход с ЕНВД на УСН, упрощенную систему, или даже на патент, уж не дай бог там на общую систему, это А. Увеличение налоговой нагрузки. Однозначно, по нашим расчетам, от 4 до 6 раз в среднем возрастает налоговая нагрузка на бизнес. Б. Это усложнение администрирования, потому что ЕНВД это достаточно простой налог, все другие налоговые режимы там более сложные. Ну и С. Это, собственно говоря, там дополнительные затраты для бизнеса, то есть это уже практически полноценный бухгалтерский налоговый учет, отчетность и все остальное. Почему режим, который больше 10 лет, насколько я помню, действует, почему его надо менять именно сейчас, нам не очень понятно. Действительно, предложения о продлении действий ЕНВД на 2021-2022 годы, они звучат с самого начала, с конца марта, если не раньше мы о них начали говорить, еще до пандемии. Я видел, что уже даже в Госдуму внесен законопроект о продлении, но, насколько нам было известно, вернее, насколько нам сейчас известно, там решение принято и, в общем, пересмотру правительство его подвергать не хочет. Поэтому мы, собственно говоря, в рамках анонсированного вами эфира 18-го числа будем говорить о том, что мы будем обсуждать с бизнесом, что мы обсудим с бизнесом на тот момент в среду, опять же, в 15.00 в торгово-промышленной палате, где мы будем рассматривать возможные варианты безболезненного перехода с ЕНВД на ОСН или патент. Ну, совсем-то безболезненно не получится, как вы говорите. Ну, с одной, да, не получится, но, с другой стороны, у нас в общенациональный план выхода из кризиса, в который мы попали, который правительством был рассмотрен, принят на федеральном уровне, там есть пункт, гласящий о необходимости бесшовного перехода, как он там называется. То есть, на мой взгляд, что такое бесшовный, это как бы незаметный, да, вот я так его читаю. Чтобы он был незаметным, он явно как бы не должен привести к серьезному увеличению налоговых платежей. Определенные расчеты по этому поводу у нас есть. Они были доведены до правительства еще в начале этого диалога. Мы исходим из того, что относительно приемлемым уровнем налоговой нагрузки на упрощенной системе налогообложения будет, так называемой, там, 3,7,5, да, по системам дохода и дохода минус расходы. Поэтому, ну вот, в среду у нас предприниматели представят свои расчеты, мы приглашаем органы исполнительной власти, законодательную власть для того, чтобы начать этот диалог, потому что понимаем, что, собственно говоря, это один из бюджетообразующих налогов. И с точки зрения, там, верстки бюджета на 2021 год, надо сейчас уже эту работу проводить, чтобы не оказалось, что в декабре, когда все вспомнят, что ЮНВД заканчивается, будет уже поздно что-то обсуждать. — Поприсутствовать на том мероприятии, которое будет в среду, могут все желающие? — Да, конечно. — Во сколько? — Ну, настолько возможно, насколько позволят наши площади, с учетом соблюдения необходимых ограничений, значит, ну, в торговую промышленную палату можно обратиться, в среду в 15.00 мы об этом будем говорить. — Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, был в нашей студии. Мы особое мнение на этом завершаем. Андрей Леонидович, спасибо. Слушателям, до свидания. — Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok